В зале суда Данила Гадельшин вёл себя спокойно и сдержанно. Свою вину в предъявленном ему обвинении мужчина признал полностью. Впрочем, особого выбора у инспектора и не было. Следствием были собраны неопровержимые доказательства, да и показания свидетелей сыграли значительную роль. В результате Гадельшин предстал перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Подсудимый с целью незаконного получения денежных средств от владельцев автомобилей изготавливал и выдавал диагностические карты с заключением о возможности эксплуатации автомобиля без фактического проведения технического осмотра. В процессе расследования следствие делало особый акцент не столько на том, что подсудимый неплохо зарабатывал, нарушая закон, сколько на большом риске, которому подвергал всех участников дорожного движения. Никому неизвестно, что могло произойти на дороге с машиной, не прошедшей необходимого осмотра. В результате неисправности мог пострадать не только сам водитель. Прокуратура и государственное обвинение, назначая наказание, ориентировали суд на назначение наказания в виде штрафа. И то же самое с назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью до двух лет, поскольку мы считаем, что лица, которые действительно таким образом распоряжаются предоставленным им правами, должны быть на определенный период устранены от гражданского правооборота в данной сфере. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно гадаешь, что назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей до двух государств с решением права занимать должность технического эксперта по контролю диагностики состояния транспортных средств сроком на один год. Будет ли сторона защиты обжаловать решение суда, пока неизвестно. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Эфир 24.